Государственная Дума в окончательном третьем чтении приняла закон о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, а также за действия в этом направлении. Отмечается, что если правонарушение произошло впервые, то наказание будет административным, придется заплатить штраф. Для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационных или электронных сетей. При повторном правонарушении ответственность станет уголовной до четырех лет лишения свободы. В случае, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, законы об ответственности за отчуждение территории Российской Федерации, а также за призывы к таким действиям, ставят крест, на чьих-либо попытках оспорить целостность нашей страны. Мы сегодня не просто ставим крест на попытках кого-то попытаться оспорить наши территории. Мы ставим крест, принимая эти законы, на том, что даже в информационном пространстве эти вопросы обсуждаться не должны. Мы можем только прирастать территориями, другого быть не может и не должно. Но этими двумя законопроектами мы защищаем не только свою территорию, мы защищаем свою культуру, свой язык, свою историю, своих детей, свои семьи, наконец. КОНЕЦ